Проводы в армию – это значимое событие для любой семьи. Еще бы, ведь через год их юноши вернутся домой уже настоящими мужчинами. Однако у родственников, собравшихся у сборного пункта Черкесского военкомата, уже не будет возможности обнять или похлопать по плечу своих призывников перед отправкой. Разве что помахать им рукой вслед отъезжающему автобусу. По прибытии в воинские части новобранцев на две недели изолируют. Впрочем, карантин в армии практиковался и раньше, даже когда никто не знал такого слова, как COVID-19. Теперь же без того строгий пропускной режим отдела подготовки и призыва граждан на военную службу в связи с пандемией усилен еще и мерами санитарной безопасности. Каждого сюда входящего теперь встречают не только люди в военной форме, но и в белых халатах. Согласно указаниям Генерального штаба Вооруженной силы Российской Федерации, была организована внезапная проверка всех военных комиссариатов муниципальных образований. По результатам проверки установлено, что все мероприятия по недопущению распространения и заноса коронавирусной инфекции в военных комиссариатах выполняются. При поддержке правительства Карачаева Черкесской Республики во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти мы достойно завершим весенний призыв 2020 года и выполним установленное задание по призыву на военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, возложенное на нашу республику. Более 300 новобранцев из Карачаева Черкесии уже убыли в расположении своих воинских частей. Из них 120 призывников – жители столицы республики. Все они сдают тесты на коронавирус и ожидают отправки за этой дверью, куда посторонним вход строго воспрещен, как и нашей съемочной группе. И это вполне понятно – призывникам в армии придется контактировать с другими сослуживцами, ведь в строю или на марш-броске нет понятия социальной дистанции. Но нам все же удалось заснять несколько призывников, явившихся на призывную комиссию. Возможно, через год кто-то из нынешних призывников останется служить и дальше, но уже на контрактной основе, ведь профессия военного в России становится все престижней. Хорошая заработная плата, соцпакет, но и те, кто вернется на гражданку, в проигры же не останутся. Помимо полученной армейской школы жизни, для них открывается еще и хорошая перспектива по трудоустройству и карьерному росту во многих организациях, куда невозможно попасть без военного билета. В ходе весеннего призыва граждан на вольную службу проведено 16 заседаний призывных комиссий. Заседания призывных комиссий в соответствии с графиком, утвержденной председателем призывной комиссии, мэром города Черкеска, начали работу с 12 мая. В настоящее время отправлено в войска больше 90 человек уже у нас, призвано уже более 120 человек. Задание установлено для города Черкеска, выполнено в полном объеме. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.